Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать язык PHP. В этом уроке мы поговорим про константы. Константы отличаются от переменных тем, что их значение не может изменяться во время выполнения скрипта. И константы не могут принимать неопределенные значения null, в отличие от обычных переменных. Для того, чтобы создать свою константу, мы используем функцию define, и она принимает три значения. Два из которых обязательны, это первые два, а третья, логическая, true или false, она не обязательно. Первый параметр, строковый, он у нас принимает название самой константы. Название принято записывать полностью заглавными буквами, только для того, чтобы их как-то можно было отличать от обычных переменных. Но на практике можно, конечно, задавать и в нижнем регистре здесь название, и работать все будет. Второй аргумент, это у нас само значение. Значения здесь могут быть логические, целочисленные, вещественные, строковые и массивы. Тут нельзя передавать объект и дескриптор ресурс. Только такие вот простые типы данных. И последний вот этот вот параметр. Если мы последний параметр передаем как true, то это значит, что наше название нечувствительно к регистру. Сейчас, вот в таком примере, мы здесь как раз таки передали true. И смотрите, если мы выводим number, здесь уже нет никакого доллара спереди, потому что это константа, это не просто переменная. Мы выводим сейчас на экран и смотрим. Мы видим, что вывелось число 1, это то самое значение константы, которое мы поместили. Если мы напишем, например, название сейчас вот таким вот регистром, то все будет также у нас продолжать работать, потому что мы здесь передали true. Но если мы этот параметр передадим false или вообще не передадим, например, вот так, то посмотрите, что мы получим. Мы эту константу можем вывести только введя точное ее название, именно так, как вот здесь в кавычках. То есть все заглавными мы написали, значит и здесь нужно обращаться к ней именно так. И так уже будет работать. Для того, чтобы не возникало дополнительной путаницы, рекомендую вам название всегда для констант делать в верхнем регистре. И тогда вы будете сразу понимать, что это константа в своем коде и будет легко отличать их от обычных переменных. Также данная функция создания константы define возвращает логическое значение либо true, либо false. Она возвращает true в том случае, если константу удается создать и возвращает false, если константу не удалось создать. И таким образом с помощью if условия можно проверять, получилось ли нам создать константу. И, например, если мы такую же попытаемся создать с таким же названием number в данном случае, то сейчас можем посмотреть, что из этого произойдет. Давайте напишем здесь условие if. Здесь в скобках мы указываем данный код. Здесь точка запятой у нас не нужна. То есть мы выполняем создание константы и сразу же то, что у нас вернется в результате, будет подставлено в круглые скобки от этого if. То есть если вдруг константа создалась, то здесь будет в скобках true. И далее у нас будет выполняться код, который вот здесь мы сейчас пишем. Мы напишем, что константа получила такое-то значение и была успешно создана. И давайте посмотрим, что мы сейчас увидим. Здесь у нас должна быть точка с запятой. И мы видим, что константа number успешно создана и имеет значение 1. Теперь мы попробуем еще раз также в условии проверить создание такой же константы с таким же названием, например, с другим значением. И в случае успеха выводим здесь вот такой текст. Обновляем и мы видим только нашу первую строку. То есть этот код у нас не выполнился, потому что здесь у нас получился false в результате функции define, так как нельзя константу переопределить и попытаться создать ее с другим значением. И этот код просто не выполнился. То в таком случае мы можем с помощью условия if проверять создание константы, получилось у нас или нет. И в зависимости от этого делать еще какие-то дополнительные действия. Поэтому так важно знать, что функция принимает и какие параметры она возвращает, если она возвращает какие-то параметры, для того, чтобы использовать это в свою пользу. Также может понадобиться проверить, существует ли константа. Можно сделать это, например, таким образом. Поставить здесь восклицательный знак. Дальше мы будем подробнее изучать, что именно это все значит. И написать здесь, что константа уже создана. И смотрите, что мы сейчас увидим. При повторном создании ее мы можем увидеть, что такая константа создана, и таким образом проверить. Но это не очень корректный и удобный способ. И поэтому есть специальная функция, которая называется defined. Она принимает один единственный параметр. Это строковое название константы. То есть, например, мы передаем название number. И она также возвращает true или false. Здесь уже никакие восклицательные знаки не нужны, как мы это делали. Только что в обходном, таком хитром способе. Здесь будет у нас true, если константа существует. Поэтому мы можем вот так вот проверить. Смотрите, теперь обновляем. И видим, что константа уже создана. То есть, с помощью этой функции можно просто проверить, есть ли константа с указанным нами названием. И вот мы выучили две уже функции. Одна для создания констант, а вторая для того, чтобы проверить, создана ли константа с таким именем. И это может быть нам очень полезно для того, чтобы создавать какие-то значения, которые нельзя изменить во время всего нашего скрипта. Также у нас есть функция констант, которая позволяет вбрать значение данной константы и, например, вывести его. Сейчас мы посмотрим, как она работает. Мы записываем функцию. И здесь название нашей константы. Давайте сейчас просто создадим константу без этого условия. И с помощью функции констант мы ее получим и выведем. То есть, мы видим сейчас то же самое, если бы мы здесь записали просто number вот таким образом. И может возникнуть вопрос, зачем нужна тогда такая функция, которая намного длиннее и делает то же самое. Данная функция позволяет указывать динамическое имя константы. То есть, не всегда мы знаем заранее, как константа называется. И с помощью этой функции, и только с помощью нее мы можем выводить константу, у которой имя у нас будет генерироваться. Сейчас я покажу пример, и я думаю, вы сразу же все поймете. Давайте рассмотрим такой пример и посмотрим по порядку каждую строку, что она делает. В первой строке мы создаем переменную и в нее помещаем случайное число от 1 до 10 с помощью функции mt-rent. Сейчас здесь находится какое-то число. Далее мы создаем название для нашей константы. Это у нас строка, которая создается динамически в зависимости от этого значения. И сейчас, смотрите, мы сюда помещаем такой вот код value и в скобках этот текст, то есть константа у нас в данный момент будет называться value и, например, генерируется у нас число 5, она будет в скобочках содержать число 5. Далее мы создаем эту константу, указываем здесь значение нашей переменной, а там у нас содержится строка, которая только что была создана, а через запятую передаем просто это число, чтобы поместить его туда. И с помощью вот этой функции констант как раз-таки в этом случае мы можем вывести эту константу. То есть мы не знаем, здесь может получиться value в скобочках 1 или value в скобочках 6, value в скобочках 3, и каждый раз это число может быть разным, и поэтому название тоже у нас будет разное у этой константы. То есть, а с помощью функции констант мы можем точно так же динамически получать ее название, указывая значение какой-то переменной, в которой содержится текстовое значение, которое у нас собрано из переменной с числом и какого-то текста. Это такой вот пример, возможно, не самый наглядный, но, тем не менее, здесь демонстрируется, зачем вообще нужна функция констант, когда мы получали и без этого прекрасное значение какой-то константы. Но в таких ситуациях, когда мы не знаем точно название, а оно у нас создается в связи из каких-то разных переменных, комбинируются переменные и строки, тогда, конечно, бывает очень полезно эту функцию использовать. Просто знайте, что она есть, и когда возникнет необходимость ее использовать, вы сами поймете, что настал как раз тот самый момент. Не нужно пытаться везде эту функцию использовать. Такой случай возникает не очень часто, но, тем не менее, вы заметите, что это именно он. Также есть стандартные константы, которые уже определены в языке. Их достаточно много, поэтому здесь я не буду их пытаться вам все показать, но покажу две из них. Это два нижних подчеркивания файл и еще два нижних подчеркивания, и то же самое, только line. Первая константа показывает нам каталог и название файла, в котором у нас сейчас написан скрипт. Вторая константа показывает у нас номер строки, там, где произошел вызов этой константы line. Давайте посмотрим. И мы видим, здесь указывается у нас полный путь и название файла, а во втором случае у нас указывается строка. Таким образом, есть и стандартные константы в PHP, которые вы можете поискать в интернете, и на сайте документации почитать о них. И в некоторых ситуациях эти служебные какие-то константы могут быть очень полезными и позволяют вводить разную информацию. Например, как мы сейчас посмотрели, о названии файла, каталога и номер строки в коде. Я надеюсь, данное видео о константах было вам полезно. Мы еще продолжим немного развивать эту тему в следующих видео. Ну а пока не забывайте подписываться на канал, оценивайте видео, делитесь с друзьями и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова